Ранним утром 1 января в полицию обратился житель дома номер 4 по улице Юности. Мужчина заявил, что в подъезде неизвестные причинили ему телесные повреждения. Спустя несколько часов с аналогичным заявлением пришел сосед потерпевшего. Медики зафиксировали у обоих ушибы, а у одного еще и сотрясение головного мозга. Как выяснилось, в новогоднюю ночь подъезд потерпевших облюбовала шумная компания, диалог с которой быстро приобрел эмоциональный окрас. Жители подъезда вышли, разгорелся конфликт, ну и произошла драка. Для другого соровчанина романтическая встреча на новогодних праздниках закончилась потерей золотого кольца. Так, по крайней мере, заявил сам потерпевший. В беседе со стражами правопорядка он сообщил, что познакомившись с девушкой на просторах интернета, получил приглашение в гости. Дальше события развивались следующим образом. По словам заявителя, гражданин снял кольцо, положил его на стол. Утром проснулся, не увидел кольца на месте, куда его он клал. Разгорелся конфликт, и в связи с этим девушка его выгнула. Из собственной квартиры. Сама женщина утверждает, что никакого кольца не видела. Что именно произошло с печаткой, будут выяснять сотрудники полиции. И еще один эпизод с материальным ущербом стражу правопорядка зафиксировали 7 января, когда забывчивость обошлась соровчанке в круглую сумму. На кассе одного из продуктовых магазинов жительница города оставила банковскую карту, чем и не применула воспользоваться стоявшей в очереди женщина. Вместо того, чтобы окликнуть хозяйку или передать карту кассиру, она решила не упускать удобного случая. Ущерб заявительницы составил около 6 тысяч рублей. Здесь камеры видеонаблюдения в магазине помогли установить. Это жительница города, 76-го года рождения. Ранее не привлекалась. Также с 1 по 10 января на территории города произошло 5 ДТП с материальным ущербом. Три соровчанина попались за вождением в нетрезвом виде. Двое отказались от прохождения медосвидетельствования. Константин Перевозчиков, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.